Привет, зрители! Peugeot 3008 сегодня с нами. Рестайлинг прибыл в Россию и оказался автомобиль в моих руках. Привычный суперруль от Peugeot. Версия у нас GT. Ух, гранд туризма, да? Но на самом деле это всего лишь стайл. К сожалению, моторы, которые доступны всем версиям, они и в GT ровно уже такие же. Поэтому драйва у вас здесь относительно простых версий не будет. Более того, по-прежнему недоступен вариант гибридный для России, где, вы знаете, 300 сил и полный привод. Вот это вот интересно. Из 6 секунд этот автомобиль выезжает. Но у нас здесь привычный дизель в 150 сил и 8 передач автомат. Автомат классический, 8-ступенчатый и настройка привычная для автомобилей. Peugeot достаточно агрессивная, очень импульсивная работа трансмиссии, которая добавляет уверенности и драйва. Потому что одно дело плавность, другое дело прям резкий отлик. Ух, это приятно. Это прям бодрит и, что называется, заставляет рваться вперед. Но перед тем, как начать разгоняться, конечно же, отмечу, что с нами по-прежнему, в силу того, что это рубрика «Разгон до сотни», Роудгид Детект и Бдитон. Смотрите. Камера на 60. Четко работает, выводит информацию о камере на свой дисплей и позволяет вам знать, что даже безрадарная система будет им обнаружена. Ну, а что там про треноги говорить? В общем, работает вместе с GPS и обеспечит максимальное качество езды без штрафов. Роудгид Детект, ссылка в описании. А я встаю на изготовку. Режим, какой мы используем. Давайте посмотрим, что у нас там. Эко, норма, спорт. Интересно, кстати, да, что появился здесь еще ночной радар. Вот это здорово в масс-маркете. Это впервые, мне кажется. Поставим норму и будем двигаться вперед. С одной педали, как всегда, климат включен. Достаточно жарко. Давайте проверяйте. Поехали. За 4 тысячи уходит дизель и вот она, соточка, да. Единственное, что отмечу, да, вот это вот, не то что заминка, да, а плавное, плавное раздувание с нуля, когда, да, дизель врубает свою турбину после полутора тысяч, она ощутима. И вот здесь вот машина теряет в разгоне, да. То есть в обычной езде вы никогда не увидите, да, на постоянке ниже полутора тысяч. Даже в эко-режиме, кстати, все равно коробка старается выше полутора тысяч держать. И даже переключать, кстати, не дает. Вот вы можете попробовать, да, но, говорит, не, извини, там, ниже не будет. И если что, тут же, опять же, дает больше оборотов. Вот так вот он дизель от Peugeot. Мотор классный, приятный, но только свыше полутора тысяч, о чем коробка знает. И, в общем, диапазон этот поддерживает в силу своих возможностей. Что еще хотел бы вам сказать, дорогие зрители? Да, пожалуй, давайте посмотрим на значение разгона. Что, убедились? Бытовой у вас в правом углу был, а ResLogic показал 9.6. Выезжает из паспорта 9.8. Это приятно. Кстати, отмечу, что в ходе рестайла такое ощущение, что и подвеску изменили, стало намного веселее проскакивать лежаки. Либо, мне может, уже так кажется. Бывает, но подвеска мне, с точки зрения кроссоверности, понравилась. В общем, будем дальше смотреть, будем дальше ездить. 8 передач преимущественно для трассы здесь нужны. Да, именно дальше такая возможность простирается по оптимизации оборотов. Так, останавливаемся, смотрим по сторонам, ждем трамвай. Здесь вот остановка спряталась. Вот, поехали. Приятная подвеска. Переселся в 2008 я после этого Geliadlas Pro. И там машина реально действительно жесткая. Да, здесь вот есть приятное смягчение. В общем, подвеска прям кроссоверная-кроссоверная. Наверное, жалко, нет полноприводной версии. Очень бы хотелось, но лишь для Европы доступен этот вариант. Ну, а нам с моноприводом по-прежнему приходится жить и выбирать суперстильный автомобиль. Да, но с осмотренными ограничениями по версиям. Версия. Ну, вот так вот Peugeot для нас такие версии готовит. В Европе, кстати, полтора литра дизель и, соответственно, 130 сил. А вот нам 20-150 предлагают. Известный мотор. В общем, больше тяги и меньше экономичности. Зато, да, так, устремляет вновь, видите, как пустит и поехали. Наверное, с вами, зрители, буду прощаться. Мы автомобиль испытали. 8 передач, конечно, раскроете на трассе. Чего ждать и будем соответственно. Ну, а динамику мы оценили. Ну, и ночной траг придется снимать, потому что ночное видение это важно. До встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok